если ты бродил по клинике и зашел в операционную а здесь увидел вот эту штуку это не гигантская открывашка отце дуга и вот ты перебрал страх перед этой штукой и решил все-таки ее включить ну что начинаем включать нажимаем на зелененькую кнопочку и ждем пока полностью прогрузится экран появляется такой экран здесь мы вносим данные пациента первая строчка имя пациента его у нас зовут шарик дату рождения айди пациента если есть какой-то номер в карте кто делал исследование фамилию имя отчество врача можно сокращенно и дальше то что мы делаем например мы устанавливаем трансподикулярный фиксатор при люмбосакральном стенозе нажимаем вот сюда чтобы изменить профиль и выбираем область исследования нам нужны кости нажимаем окей и выходим далее нажимаем в правом нижнем углу до появления вот такого экрана это педали каждой педали мы присваиваем определенное количество кадров чаще всего выставляется максимальное количество будет просто влиять на качество изображения дальше мы выходим ходим и нажимаем вот здесь здесь выбор педали и здесь тоже ставим либо максимальное либо то количество которое вам надо и нажимаем выход все экран готов к работе здесь у нас появляется вот такая надпись это означает что сама дуга еще не работает она не включена ну и вот здесь тоже написано ключик не повернут нет излучения кнопки на блоке управления позволяют отражать и поворачивать изображение менять направленность пучка настройки профиля и использовать другие режимы а также поднимать и опускать дугу если вы не хотите чтобы ваша щитовидка стала больше чем голова надевайте защиту если ваш девиз живи быстро умри мучительно то это все можно не использовать а сейчас мы поворачиваем ключ у нас изменилась здесь надпись а это значит что дуга готова к работе и сейчас я вам покажу как ее установить для того чтобы установить дугу в нужном положении мы используем специальные рычаги есть один рычаг здесь мы его удерживаем и устанавливаем так как нам надо ну например вот так и дальше есть рычаг вот здесь вот мы его отжимаем и можно подвинуть поближе дугу и ближе к себе и от себя зависимости где у нас зона исследования желательно ставить все обратно в блокировочку чтобы дуга не смещалась есть еще рычаг вот здесь по его поворачиваем он отвечает за колесики на которых она установлена с помощью специальных ручек пододвигаем ее поближе либо подальше мы установили дугу в нужном положении чтобы начать исследование мы используем педали просто нажимаем и удерживаем вот так это отображается на экране если мы делаем повторный снимочек предыдущее изображение будет переходить на правый экран закончив исследование мы первым делом выключаем все дугу это значит мы поворачиваем ключ здесь у нас снова изменилась надпись и после этого мы можем снять защиту проведенные исследования нам нужно записать на диск либо отправить в пакс для этого мы нажимаем на вот эту кнопочку у нас здесь есть вот одно исследование у нас уже установлен здесь диск либо мы можем изменить носитель например отправить в пакс это называется здесь комета нажимаем окей и мы видим вот такой значок можно нажать выделить все то есть здесь выделятся все изображения которые мы делали во время исследования и нажимаем копировать идет загрузка в пакс все исследования на всех носителях сохраняются под тем именем которые вы внесли изначально это поможет его быстро найти и не потерять чтобы записать все исследования на диск мы выбираем вот здесь диск нажимаем окей и выбираем либо все либо определенные которые нам нужно для того чтобы выбрать определенные кадры мы зажимаем control на клавиатуре и непосредственно экране выбираем то что нам нужно дальше скрываем дисковод берем диск устанавливаем и ждем когда у нас появятся данные диска и теперь нажимаем копировать по окончанию записи дисковод автоматически откроется уберите диск конверт и подпишите его какое-то время все исследования сохраняются в памяти устройства для того чтобы их найти мы нажимаем вот такую кнопочку и ищем либо по пациенту по дате или по врачу выбираем того кого нам нужно и нажимаем окей и мы видим все исследования которые проводились этому пациенту по завершению работы нажимаем выход и выключаем стойку но если вы действительно готовы полноценно работать с этим аппаратом читайте инструкцию